Привет всем, меня зовут Надежда Кулакова и сегодня я хочу вам рассказать о том, как же я съездила отдыхать в Сочи. Но обо всем по порядку. Накануне отъезда ночью я готовила еду, чтобы взять ее с собой в поездку. Как видите, никакой курочки в фольге речи не идет, берем с собой нарезку из сыра, колбасы, много овощей, хлебушка и можно ехать. Проснулись мы утром, очень рано, для нас 6 утра это очень-очень сильно рано, поехали на такси на вокзал. Может быть кто-то из вас подумает, что мы отправляемся в Сочи на поезде? Нет, мы полетим на самолете, но к сожалению из нашего города, из Ижевска, улететь в Сочи это очень дорого, примерно 10 тысяч в одну сторону на одного человека. Поэтому мы отправляемся из соседнего города, из Нижнекамска, потому что там располагается самый ближайший к нам международный аэропорт. Едем мы туда на электричке, билет в одну сторону на одного взрослого человека стоит 395 рублей. Ну а билеты на самолет нам обошлись примерно в 17 тысяч, это туда и обратно на двоих. Согласитесь, намного выгоднее, чем из Ижевска, там вышло бы примерно 40 тысяч. Небольшой обзор на электричку, она кстати весьма современная, мне понравился даже туалет, он был просторный, чистый и вообще тут все очень даже культурно. Даже удалось немножечко поспать, хотя сидения в этой электричке, ну мега неудобные, они жесткие и лежать на них довольно неудобно. Как видите, большинство людей одеты довольно тепло, когда мы уезжали, у нас в городе было всего плюс 10. Мы вышли на две станции раньше, потому что посчитали, что так будет ближе до аэропорта. До этого мы это посчитать, конечно, не могли, но я не могу. Сейчас идем ищем супермаркет, чтобы купить воды. Реально, у меня на камере улица очень широкая, мне кажется, она у меня не такая. В аэропорт мы прибыли примерно за 4 часа до вылета. Так что было достаточно времени на то, чтобы отдохнуть, погулять, перекусить. Артему даже удалось немножечко поспать. Ну а я почти все это время сидела или ходила по аэропорту, пытаясь нашагивать свою норму шагов. Вы знаете, что я каждый день хожу примерно 10 тысяч шагов. Без перекуса, конечно же, тоже не обошлось. И теперь мы прошли регистрацию и отправляемся к самолету. До самолета нас доставляет вот такой небольшой автобус. Уверена, что те, кто часто летают, вы с ним знакомы. Но, может быть, вы впервые увидите, что именно так доставляются пассажиры до самолета. Может быть, вы никогда еще не летали. Поэтому я показываю максимально подробно. А вот и наш самолет. Погода, ну, очень холодная. Хочется поскорее туда зайти и согреться. У нас оказался первый ряд. Мы сидели рядом. Мне досталось место около окна. И это было шикарно. Потому что вид из окна был невероятный. Мы очень редко летаем в самолете именно в дневное время. Обычно наши перелеты были за границу в ночное время. Поэтому я сидела и просто не могла оторвать взгляд от этой красоты. Я просто все три часа полета до Сочи постоянно глядела в окно. Это очень красиво. Я хочу с вами поделиться. Единственное, что омрачило данный перелет, это то, что было очень-очень много детей. По-моему, каждый третий пассажир летел с ребенком. Сами понимаете, три часа лететь ребенку очень тяжело. Поэтому они орали без остановки по очереди. Я не говорю, что это плохо. Я знаю, что детям тоже нужно отдыхать. И родители хотят отдыхать со своими детьми. Но мне было откровенно жаль всех других пассажиров и детей тоже. Все страдали. Но вид из окна, конечно же, хоть немножечко дорадовал. Мы застали закат над облаками. Это волшебное зрелище. А вот и Сочи. Совсем скоро приземлимся. Все, мы долетели, намучились ужасно. Нас долго не выпускали без самолета, потому что не было свободных автобусов, типа аэропорт загружен. И очень-очень долго сидели, почти полчаса тупо сидели в самолете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok